друзья всем привет недавно придумал как из пластиковой бутылки можно сделать очень прочное плетение а все благодаря ее термоусадочным свойствам и сейчас я покажу как его можно сделать для изготовления такого изделия конечно нам понадобятся ленты пластиковых бутылок то есть необходимо взять пластиковую бутылку распустить ее на ленты как это делаю я делаю с помощью бутылкореза бутылкорез это такой аппарат на котором нарезаются пластиковые бутылки потому что мне уже не раз задавали вопрос что такое бутылкорез на нем имеется такое устройство как ходунок оно позволяет нарезать ленты нужного размера допустим надо 5 миллиметров выставили 5 миллиметров надо 10 выставили 10 в данном плетение нам нужна лента 8 9 миллиметров выставляем ширину ленты после чего необходимо подготовить бутылку во первых помыть ее во вторых отрезать но и сделать заход на бутылкорез с помощью ножниц допустим надо 8 9 миллиметров я начинаю нарезать с узкой ленты и постепенно делаю широкую лишнее отрезаем вставляем бутылкорез здесь принципе не имеет значения рифленая бутылка не рифленая ленты будут выходить нормальные один черенок длиннее другой ниже длинный черенок нужно для того чтобы удерживать бутылкорез а другой рукой тянем ленту кому как удобно я не знаю мне удобно держать вот именно так и затем просто тянем ленту и так распускаем всю бутылку здесь идет бутылка на сужение то есть лента будет не прямая будет так перекручиваться но это нормально когда она выйдет напрямую лента будет опять прямая выше напрямую часть и лента становится прямая и продолжаем так лезать пока не дайте до конца потом ленту отрезаем и вытаскиваем горлышко точно также распустил зеленую и синюю бутылки и так как мы начинаем наше плетение делаем завиток и начинаем наворачивать ленту если у нас ширина ленты 9 миллиметров наворачиваем чтобы толщина стенки была примерно четыре с половиной миллиметра и подтягиваем ее как нам узнать диаметр этого кольца отрезаем ленту и краем ленты проверяем лента должна свободно помещаться внутри этого кольца если кольцо пошире то просто подтягиваем его и постоянно замеряем проверяем свободного расстояния должно остаться миллиметра полтора после чего необходимо закрепить ленту как мы это делаем как я уже показывал с помощью иголки берем иголку придерживаем ее пальцем нагреваем ее кончик и просто протягиваем под лентой все лента закреплена отрезаем лишнюю ленту и получаем вот такое звено как делаем второе звено просовываем край ленты в первое звено и затем пропускаем всю ленту и так делаем несколько раз пока у нас не образуется колечко наматывать второе кольцо нужно немного подальше середины от первого то есть примерно вот так чуть-чуть дальше середины когда намотали нужную толщину подтягиваем кольцо чтобы она стала в диаметре как первое сравниваем два колечка то есть здесь дальше середины и здесь немного дальше середины теперь необходимо также с помощью иголки закрепить второе кольцо проделываем ту же самую операцию просовываем все кольцо закреплено для следующих колец такой операции делать не нужно главное закрепить первые два кольца теперь каждое следующее кольцо мы наматываем просто до упора также продеваем наматываем подтягиваем и начиная с третьего кольца каждое колечко зажимает само себя то есть видите если отпустить она уже не распутается подтягиваем подтягиваем колечко сравниваем с первым кольцом в данный момент лента уже туго пролазит между кольцами и с каждым разом она будет пролазить все туже и туже подтянули сравниваем с первым кольцом толщина примерно одинаковая ширина примерно одинаковая все так и оставляем отрезаем лишнюю ленту ну как вы поняли дальше пойдет голубая лента потом зеленая голубая сейчас плиту несколько звеньев и покажу что получилось если колечки получились неровные допустим их можно всегда подтянуть даже средние кольца все получилось довольно симпатично затем звенья подравниваем которые нужно подтягиваем отрезаем лишнее когда все звенья выровнены можно производить термоусадку если вы будете использовать это плетение как брелок то верхнее или нижнее кольцо можно затянуть полностью до предела и заплести допустим уже на пару оборотов делали один оборот и второй после термоусадки она прижмется и это колечко будет тоненькая то есть на связку ключей будет надеть уже довольно проще чем такое толстое сейчас произведем термоусадку и посмотрим что получилось пока горячее выпрямляем крайнее кольцо тоже полностью сжимается здесь остался просвет потому что я держал плоскогубцами лишнее можно отрезать и так вот наше плетение остыла лишнее уже срезал оставил одну когда нужно срезать прямо под корень можно использовать вот это приспособление это для кутикул женщина использует то есть поставляем и прямо под корень срезаем все получается ровненько и аккуратненько почему я назвал это плетение супер прочным потому что его практически невозможно согнуть гнется но крайне немного очень прочное соединение еще мне бы хотелось чтобы вы написали в комментариях куда это плетение еще можно использовать мой канал полностью посвящен пластиковым бутылкам и на нем вы можете узнать как плести цепи из пластика бутылок как делать трасса из пластиковых бутылок также можно брелки из них делать как делать волосы из пластика бутылок и много много всего так что кому интересно заходи на мой канал кому понравилось видео подписывайтесь всем пока